Когда приходит Бог, всё меняется. Как раз этому посвящается и сегодняшний псалом, который мы с вами рассматриваем. Он является 77-й псалом. Ну, давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Сына Твоего нашего, Господа Иисуса Христа. Всё поменялось в нашей жизни. Меняется. Ты, Господь, благословляешь, очищаешь, воспитываешь. Благослови изобильно рассмотрение этой истории израильского народа и Твоего желания, Господь, и помочь вывести из мятежей непокорности, из бед. Явить себя и народу, и через народ, явить себя окружающим народом. Благослови, Господь, изобильно. Во имя Твоего, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Псалом 77-й. Слушайте, такой длинный псалом. И он рассматривается в библиистике как самый длинный из исторических псалмов. Здесь, вы знаете, если вы хотите вкратце посмотреть на историю взаимоотношения Бога со своим народом, нужно неоднократно обращаться к этому псалму, не может быть, распечатать его и подчеркнуть, что делает Бог. Как он и любит своих людей. Посмотреть на сложности, которые возникали у людей и у его народа. Посмотреть, откуда брались эти сложности. Это не только грехи и противостояния, но к чему оно приводит. И как Господь, тем не менее, отвечает своему народу. И больше, и больше даёт. Потом воспитывает. Если мы посмотрим с вами на первое послание к Коринфянам, на 10 главу, то мы там обнаружим, что вот эти записи о том, что происходило во взаимоотношениях Бога и его народа, является также и образами его воздействия на людей Христа. Это не такое радикально, но тем не менее, мы можем извлечь из этого псалма различные стороны воспитания, которые происходят, и о котором говорится в послании к евреям в 12 главе 7 стиха. Мы – чадо Божье. Он в нас совершает чудо, взращивает образ Иисуса Христа, преображает нас. Как бы хотелось человеку иногда, особенно отступающему, отстань, Господи, отстань. Ну, я уже имею вечную жизнь. Ну, что там? Оставь меня в покое. Как заботливый родитель. Он говорит нам в 46 главе Исаии, в 10 стихе, если я не ошибаюсь, давайте прочтём это. Может, 47. Смотрите, его утверждение, 46 глава книги Исаии. 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времён то, что ещё не сделалось. Я говорю, мой совет, он говорит, состоится. Так что, спасённые, вы не потеряете спасение. Он заботится о вас, даже когда капризничаем, вредничаем. В Адаме, ну, в новом человеке мы не капризничаем, не вредничаем. В новом человеке новый человек желает, ну, предоставьте мне в Иисусе Христе совершать вашу жизнь. Мой совет состоится. И всё, что мне угодно, я сделаю. Так и сделал. Так и делает. И продолжает действовать. И в мире через нас, посланцев его, сыновей, дочерей, удивительному образованию, которое он совершил в церкви. И церковь служит. И евреям служит. И ободряет их. Удивительно. Давайте мы прочтём. Всего этот псалом Разбит на двенадцать частей параграфа. Первый параграф. Внимай, слушай, народ мой. Это первый стих. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче И произнесу гадания Те сложности, которые некоторые имеют в затушованность. Но вникай, и ты разберёшься Эти сложности из древности. Что слышали мы, говорит Асав, И узнали. А теперь посмотрите. И отцы наши рассказали нам Не скроем От кого? От детей Их Возвещая роду грядущему Славу Господа, силу Его, чудеса Его, Которые Он сотворил. Это первый параграф. Это первый параграф. Вникай, отдай своё ухо, Потому что тебе будет сказано Слово. И это не только тебе. Ты несёшь ответственность за будущие поколения. И эти поколения такие. Отец, мать, родители. Обучайте детей своих. Обучайте внуков своих. Обучайте правнуков своих. И если Господь позволит, То и праправнуков своих. Хорошая система воспитания. Хорошая цель. Я ещё раз, Несколько раз я уже говорил об этом. Мы с женой, Ну и вот наши сверстники, Были потерянным поколением. Наши отцы и матери, Деды и бабушки, И прадеды были верующими людьми. Как бы там ни было, Они слышали Библию, Посещали церковь. И даже в те времена, В которые мы с сестрой приезжали К своим дедушке и бабушке, Каждое воскресенье Они одевались. И для них это был день, Когда не должно было быть Никаких криков, шума. А мы такие. Иногда они брали нас С собой в церковь. Но не обучали. Я думаю, что Это мог быть запрет Со стороны родителей. Родители обучали другому. Чтобы мы знали, Где мы живём, Какая страна, Какой режим. С детства меня ознакомили С высокими людьми В государстве. Я имею в виду По газетам. А заповедь какая здесь? Смотрите. Господь говорит, Я открою уста мои. Я буду лично спам, Шептать на ухо. В личной беседе. Да, что говорится В третьей книге Царств, девятнадцатой главе. Когда Господь говорит, Вот я в тихом шёпоте Разговариваю с тобой. Я произнесу, Что происходило в древности И раскрою причины. И мы услышали, Говорит Асав, Что отцы наши Рассказали нам. И дальше говорит, И мы не скроем от детей. И будем возвещать, Чтобы они научились, Как возвещать это Роду грядущему. А о чём? О славе Господа, О силе Его, О чудесах Его, Которые Он сотворил. Замечательная книга Библия. Все остальные, Как Вальтер Скотт сказал При смерти, Есть только лишь одна книга. Это Библия. Когда мы её читаем, То мы видим Настолько плотно Участвующего в нашей жизни Бога, И как Он заботится И сейчас, И о будущих поколениях. Смотрите второй параграф С пятого по восьмой стихи. Вот что Он Сказал на ухо. Он поставил, Пятый стих, Поставил устав в Якове. Как хорошо. Положил, Поставил устав в Якове, Которого позднее Он назвал Израилем И дал закон Израиля. И заповедовал снова Отцам нашим, Возвещать детям, Чтобы грядущий род, Дети, которые родятся, И чтобы они В своё время Возвещали, Вы слышите, да? Возвещали своим детям Возлагать надежду Свою на Бога И не забывать Тел Божий И хранить заповеди Его. Восьмой стих И не быть подобными Отцам их. А что там происходило Он был Неверен Богу? Сколько сейчас Людей в мире? Семь с половиной миллиардов. Библия доступна. Она прямо в воздухе. Библия. Князь, Господствующий в атмосфере, Не может подавить её. Она Скачивается В любой Гаджет. И можно И думать, И думать, И комментарии, И так далее. А в чём Незадача-то? Упорство Против. Мятеж. Сердце, Из которого Исходят все Источники жизни, Неправильно. Сердце Человека, Человека, Который Не то, что Знаете, Атеисты говорят Бога нет. Лжецы. Потому что Своим интеллектом Достаточно Даже У неверующего человека Чтобы Совершенно точно Увидеть, Что Бог есть. Так кто же Они такие, Эти атеисты? Я был Атеистом. Порою Воинствующим. Кто? Моральные. Невежды. И Те, Которые Предпочитают Жить Во тьме И во грехе. Это Аморальный Человек Сказал. Не Интеллектуальный, Аморальный. На уровне Интеллекта Этот человек Понимает И достаточно Понимает. И он Говорит В себе А может быть Бог есть? Дух Святой Его обличает И говорит Есть, Есть. Продолжай Я в этом направлении На компьютере И в исследовании И через Телескоп И микроскоп А Бог Есть, да? Тот говорит Да, конечно Ты только Сейчас Определил И вот Они разговаривают И уже Эта Группа Становится Больше И больше Они уже Такие Храбрые Заходит Начальник Это я читал Статью Одну Такую Заходит Начальник Они уверены Что сейчас И у начальника Такое же Мнение И они говорят Ну как? Шеф Бог-то есть Посмотри Он говорит Им Заткнитесь Вы не за это Деньги получаете Упорные Мятежные Неустроенные Сердцем Неверные Духом Третий Параграф Это Параграф С Девятого Стиха По Одиннадцатый Как Происходило Разложение Сыны Ефремовы Вооруженные Стреляющие Из луков В день Битвы Отошли Они Не Сохранили Завета Божия Отреклись Ходить В законе Его Забыли Дела Его И чудеса Которые Он Явил Сыны Сыны Ефремовы Во второй Книге Паралипоменон В 25 главе В 7 стихе Сравнивается Под Сынами Ефремовы Это Ефремовыми Это Было Практически Самое большое Колено В Израиле И Иногда Весь Израиль Выпоминается Как Сына Ефремовы Потому что И у Израиля Было Такое же Отношение Но вот О сынах Ефремовых Несколько раз В суде Говорится о том Что Они шли Против Бога Отступали А потом Нападали На своих же А в чем Дело Почему Вы Нас Не позвали На битву С Едомлянами В чем Дело Почему Вы Пренебрегли Они Имели Вооружение Они Стреляли Из луков Но Когда Их Приглашали На Сражение Реальное То Отказывались Если Мы Возьмем И Сделаем Так Что Продолжим Из этого Псалма Перебросим Мостик В нашу Жизнь Послание К Ефесянам Это послание Написанное К церкви В пятой Главе В восемнадцатом Стихе Во второй части Говорится Об исполненности Духом Святым Потому что При исполненности Духом Святым Мы Становимся Людьми Которые Поклоняются Богу Любви Благодати И Кроме Того В шестой Главе Послания К Ефесянам Они Там Способны Выдержать Натиск Врага Из Атмосферы И Устоять И Не Дрогнуть Как Это Происходило Со Сынами Ефрема Мы Дальше Еще Прочтем Такую Интересную Вещь Что Сыны Иосифа А Иосиф Такой Замечательный Правда Сыны Иосифа Отошли От Бога Пренебрегли Тем Что Бог Говорил Как Он Действовал Через Их Отца Иосифа И Господь Призрел На Колено Иуды Это Четвертое Четвертый Сын У Леи Рахиль Была Любима Яковом И Он Мечтал Жениться На Ней А Лаван Отец Рахиль И Леи Желая Отдать Наконец-то Выдать Замуж Свою Слабую Дочь Лею Так и Переводится Слабая И Он Отдал Ее Первой Жену Якова Она Она Была Смиренна И Родила В этом Смирении Она Родила И Рувима Других И вот Четвертый Сын О Которого Она Назвала Иудой Это Был Сын О Котором Она Сказала Я Прославляю Бога Это Поклонение Удивительно Итак Мы Здесь С вами Видим Что В третьем Параграфе Да Вернемся К шестой Главе Послания Кефесяна Там Перечисляются Очень Важные Важное Всеоружие Там По-моему Семь пунктов Я Насчитал Давайте Мы Сейчас Откроем Послание Кефесяна Смотрите Шестая Глава Семь Пунктов Да Вот оно Всеоружие Итак Четырнадцатый Стих Встаньте Припоясавши Чесло Ваше Истинное Кто Кто для нас Истинное Господь Иисус Христос Вчера у нас Проповедь Была Я есть Путь Истина И жизнь И никто Не приходит К Отцу Как только Лишь Через Меня Иисус Вообще Все замкнул На Себя И мы должны Понимать Это Я Первое Путь Второе Истина Третье Четвертое Жизнь Идете К Отцу Вместе Со Мною И во Мне В проповеди Пастора Шарлера Сегодня Утром По-моему В три часа ночи Было И он там Сказал Очень важную Фразу У нас С вами Мы С вами По сравнению С ангелами Ну Похожи Но Тем не менее Приниженные А во Христе Нету Такого Ранга Выше Потому что Мы Во Христе И вот Во Христе Мы имеем Это Все Ружие Истина Припоясаться Чесло Припоясать Это Быть Готовыми И действовать Облечься В броню Праведности Да Здорово Если И совершили Что-то Раскаялись Пришли И мы В броне Праведности Праведности Его Мы В плане Господа В плане Отца Сына Осуществление Этого Плана Духом Святым Закрепление Обувшие Ноги В готовность Благовествовать Третье А Больше Всего Возьмите Щит Веры Четвертая Которым Возможете Угасить Все Раскаленные Стрелы Лукавого Духовного Битва И шлем Спасения Это Пятая Возьмите И меч Духа Шестое Шестое Всякую Молитву И прошение Молитесь Во всякое Время Седьмое С Постоянством Итак Мы Видим Молитву Могущественное Государство Такое Количество Стены Только Лишь Когда Вода Течет Красивое Украшение Течет По стеклу Так вот Там Вообще Стоячие Волны Были Воды И Днем Вел Их Облаком А во всю Ночь Светом Огня Захотели Пить Он Рассек Камень В пустыне Напоил Их Как Из Великой Бездны Из Скалы Извел Потоки И Воды Потекли Как Реки Чудеса Господи Благодарим Тебя За этот Псалом Благодарим Тебя За эту Историю Нигде В свете Не напишут Этой Истории Нигде А мы читаем С вами Пятый Параграф Но они Продолжали Грешить Перед Ним И раздражать Всевышнего В пустыне И Искушали Бога В сердце Своем Требуя Пищи По душе Своей И говорили Против Бога И сказали А может Ли Бог Приготовить Трапезу В пустыне Что говорится В 22 Псалме Ты Приготовил Трапезу Для меня В пустыне Да и вообще Враги Все смотрят И завидуют И обращаются Вот он ударил В камень И потекли воды И полились Ручьи Может ли он Смотрите Там Ты приготовил Эти воды Да А может ли Напоить Может ли он Дать хлеб Может ли Приготовить Мясо Народу Своему Это Пятый Параграф Неверие Шестой Параграф Да с 21 Стиха По 25 Господь Услышал И воспламенился Гневом И огонь Возгорелся На Якова И гнев Подвигнулся На Израиля За то Что не веровали В Бога И не уповали На спасение Ее Он повелел Облакам С высшей Отверст Двери Неба И одождил На них Манну В пищу И хлеб Небесный Дал им Хлеб Ангельский Ел Человек Послал Им Пищу До сытости Тут написано В начале Этого Параграфа Гнев А потом Он Дает Благодать Дает Седьмой Параграф С двадцать шестого По тридцать первый Он возбудил На небе Восточный Ветер И навел Южной Силою Своею И как Пыль Одождил На них Мясо И как Песок Морской Птиц Пернатых Поверг Их Среди Стана Их Около Жилищ Их Доставка Произошла С неба Они Ели И присытились Но Еще Не прошла Прихоть Их Еще Пища Была В устах Их И гнев Божий Пришел На них Убил Тучных И юноши Израилевых Не сложил Восьмой Параграф При всем этом Они продолжали Грешить Обратите внимание При всем этом Они продолжали Грешить И когда мы Смотрим на Книгу Откровений С шестой Главы Мы видим Те Казни Которые Происходили Испытания Одни Принимали Другие Так И не Раскаивались При этом Все Продолжали Грешить И не Верили Чудесам Его И погубил Дни Их В суете И лета Их В смятении Когда он Убивал Их Теперь Обратите Внимание Когда Происходили Эти события Воспитания Они Искали Его И обращались С раннего Утра Прибегали К Богу И вспоминали Что Бог Их Прибежище И Бог Всевышний Избавитель Их И вдруг Помните Как произошло Событие Евангелия От Луки 4 глава С 18 стиха Господь цитирует 61 главу Начало Это Книга Исаия Дух Господень На мне И так далее И вот Наступило Это время Он завершает Все посмотрели И такая Благодать Была А потом Они посмотрели И сказали Да ладно Мы же знаем Его Сына Иосифа Мария И посмотрите Что здесь Вот когда Все Вот Такие Тяжелые Воздействия На народ И они стали Искать Его Обращались Раннего утра Вспоминали О Бог Их Прибежище Бог Всевышний Избавитель Их 36 стих Ильстили Ему Устами Своими И языком Своим Олгали Пред Ним Сердце Же Было Неправо Перед Ним И они Не были Верны Завету Его 38 стих Но он Милостивый Прощал греха Не истреблял их Многократно Отвращал Гнес Свой Грех Умножался И Благодать Того И не Возбуждал Все ярости Своей Он Помнил Что они Плоть Они Дыхание Которое Уходит И не Возвращается Далее Это у нас Был Восьмой Параграф Девятый Сорокового Стиха По Пятьдесят Пятый Сколько раз Они раздражали Его В пустыне И Прогневляли Его В стране Необитаемой И снова Искушали Бога И оскорбляли Святого Израилева Не помнили Руки Его Руки Его Дня Когда Он избавил Их От угнетения Когда Сотворил В Египте Знамения Свои И чудеса Свои Поэтому Так важно В нашей Жизни Ну Наступил Какой-то Период Спада Отошли Чуть-чуть Вы Возвратитесь Посмотрите Давайте Возвратимся В то Что Господь Сделал Уже В нашей Жизни И будем Петь Ему И он Все Поправит Все Сделает Посмотрите Что Он Сделал Это Описывается Дальше С 45 Стиха Поражение В Египте Египтян Послал Послал На них Насекомых Чтобы Жалили Их И Жаб Чтобы Губили Их Земные Произрастания Их Отдал Гусеницы И Трут Их Саранче Виноград Их Побил Градом Секаморы Их Льдом А скот Их Предал Граду И стада Их Молниям Послал На них Пламень Гнева Своего И Негодование Ярости Бедствия Посольства Злых Ангелов Уравнял Стызю Гневу Своему И Не Охранял Души Их От Смерти И Скот Их Предал Моровой Язве Поразил Всякого Первенца В Египте Начатки Сил В Шатрах Хамовых А вот Его Отношение К Израилю И Повел 52 стих В этом же Параграфе Повел народ свой Как овец И вел их Как стадо Пустыню Вел их Безопасно И они Не страшились А врагов Их покрыло Море И привел Их в область Святую Свою На гору Эту Которую Стяжала Десница Его И прогнал От лица Их Народы И землю Их Разделил В наследие Им И колено Израиле Ибо поселил В шатрах Их Десятый Параграф С 56 стиха По 64 Но они Еще и Искушали Огорчали Бога Всевышнего И уставов Его не сохраняли Отступали И изменяли Как отцы Их Обращались Назад Как неверный Лук То есть Ломались Огорчали Его Высотами Своими Истуканами Своими Возбуждали Ревность Его 59 И священник В то время Он погиб Его сыновья Погибли Отринул Жилище В селоме Скинию В которой Обитал Он Между Человеками И отдал В плен Крепость Свою И славу Свою В руки Врага И предал Мечу Народ Свой И прогневался На наследие Своё Юноше Его Поедал Огонь И девицам Его Не пели Брачных Песен Священники Его Падали От меча И вдувы Его Не плакали Одиннадцатый Параграф Всего Два Стиха Но Как бы От сна Воспрянул Господь Как Исполин Побежденный Вином Поразил Врагов Его В тыл И Вечному Сраму Предал Их У тех Которые Забрали Ковчег Начались Большие Неприятности У них В интимных Местах Появились Опухоли Об этом Говорится Здесь Двенадцатый Параграф И отверг Шатер Иосифов И колено Ефремова Не избрал А Шестьдесят Восьмой И от Дующих Привел Привел Его Пасти Народ Свой Иакова И наследие Своё Израиля Он Он Пас Их В чистоте Сердца Своего И Руками Мудрыми Водил Его Замечательное Завершение Когда Израиль Отверг Сказал Самуилу Мы хотим Царя Так же Как и у Других Народов Самуил Расстроился А Бог Ему Сказал Да не тебя Они отвергли Меня отвергли Как царя И поставил Им Саула И Саул Не выдержал Он При Сауле Уже Помазал Давида Чтобы Давид Служил И Саулу И Израиля И вот Какое Сердце У него Господи Мы так благодарны Тебе За это Новое Сердце Которое Ты дал Нам Ты Господи Творишь Чудеса Мы благодарим Тебя За рождение Свыше Благодарим Тебя Господь Те Которые Не знали Тебя Узнали Тебя В Твоей Жертве Через Твою Жертву Спасены Ох Чудо Новый Завет В отличие От Ветхого Завета Когда Приходили Пророки Ты Сам Пришел Благослови Господи Эти мысли Которые Мы Почерпнули Может быть Среди тех Кто слушает Эту Проповедь Есть Человек Который Не знает Иисуса Христа Как своего Спасителя Мы Чудо С вами Услышали Бога Который Все равно Сделает По-своему Все равно И мы Принимаем Его Не из-за Боязни Его А чтобы Нас Освободил И от Греховности И от Этого Безумия Морального Которого Сейчас Терзает Страны Ужасно Примите Его В свое Сердце Скажите Простые Слова Дорогой Иисус Ты Огрешный Человек Прошу Тебя Прости Мои Грехи Спаси Меня Подари Мне Жизнь Вечную Научи Меня Твоему Слову Приведи Живую Церковь Прощай Любви Давай благодать Милость Восстанавливай Если Упаду Славься Бог Мой Во имя Твое Мой Бог И Спаситель Иисус Христос Я прошу И молюсь Аминь Славься